О происходящем в Украине расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершилинко. Здравствуйте. Одну мину выпустили российские оккупанты в новогоднюю ночь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе. 82-мм снаряд был выпущен по защитникам Гнутова. Никто не пострадал. Как заявили в Министерстве обороны, украинские военные на провокацию не отвечали, соблюдая режим прекращения огня, который вступил в силу 29 декабря 2018 года. Украинские военные на эту провокацию не ответили, соблюдая условия режима полного прекращения огня. Потери в рядах объединенных сил с начала текущих суток нет. Ситуация полностью контролируется нашими подразделениями. За минувшие сутки двое украинских военных были ранены на Донбассе. Окупанты четыре раза открывали огонь, при этом трижды из запрещенного минскими соглашениями оружия. В частности, из минометов, в том числе тяжелых, гранатометов, обстреливали украинские укрепления в районе Новотошковского, Крымского и Маренки. В целом было выпущено по защитникам Украины более десяти мин. Один раз по боевикам открывали ответный огонь. По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и трое ранены. Под завалами нашли живым 11-месячного ребенка после суток поисков в российском Магнитогорске. Там в одной из квартир жилой многоэтажки взорвался бытовой газ. В результате восемь человек погибли, 36 пропали. В Челябинской области 2 января объявили днем траура по погибшим. Поиски людей приостановили на 24 часа. Хотят укрепить стены, чтобы предотвратить дополнительные обвалы. Газ взорвался рано утром 31 декабря. Из-за этого обрушился подъезд. В нем прописаны 111 человек. Еще 9 снимают квартиры. 13 человек ранены из-за обвала деревянного моста над катком в московском парке Горького. Там люди отмечали приход Нового года. Они пели гимн России, когда конструкция упала. Причина, по данным мэрии, поломка оборудования. Этот участок катка оградили. С новым 2019 годом поздравил украинцев президент Петр Порошенко. В своем обращении глава государства отметил самые важные события ушедшего года. Ключевым назвал создание автокефальной православной церкви Украины. По словам президента, это еще одно свидетельство европейского выбора страны и духовной независимости от Москвы. Петр Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий. Он выразил надежду, что в скором времени враг будет изгнан и на украинскую землю вернется мир. Самое сложное уже прошло и худшее тоже позади. Впереди постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни. Это результат нашей общей кропотливой работы. Главное в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. Тогда мы точно победим. Желаю всем счастливого Нового года, чтобы наша судьба нас не сторонилась. Слава Украине! Как встречали 2019-й в разных уголках планеты, расскажет Анжела Лешко. 5, 4, 3, 2, 1! Первыми Новый год встречали Тихоокеанские островные государства. В Новой Зеландии тысячи людей собрались в Окленде, у самого высокого здания страны, телебашни Sky Tower, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк. 8,5 тонн пиротехники, музыкальное шоу и световые инсталляции. Через два часа после Новой Зеландии Новый год наступил в Австралии. На 12-минутное шоу фейерверка в Сиднейской гавани смотрели миллион человек. Фейерверками встречали 2019-й и в Европе. В Париже салюты запустили над Триумфальной аркой. В немецком Берлине встречали 2019-й танцами. Там в полночь у Бранденбургских ворот был концерт под открытым небом. Боже, здесь миллион людей, и это замечательно. Я прокатился на колесе обозрения. Нет другого места, где я бы хотел провести Новый год. Это так круто, такая атмосфера. Мы из Франкфурта, и нам так нравится в Берлине. Наилучшее пожелание моей семье и другой части Германии. В Нью-Йорке тысячи туристов праздновали Новый год на Тайм-сквер. В этом году церемонию посвятили свободе прессы, а журналисты стали почетными гостями. Последними Новый год отмечают американская часть острова Самуа, необитаемый Атол Бейкер и остров Хауленд в Тихом океане. Анжела Лешко, UATV. А в Украине главные празднования прошли на Софийской площади Киева. Новый 2019 год там встретили гимном и танцами. Празднование продолжалось до утра. Что сейчас там происходит во включении корреспондента UATV Тамары Каноненко? Людно ли на площади? Что там сейчас, Тамара, расскажи. Добрый день, Даша. Всех поздравляю с уже наступившим новым 2019 годом. Хочу сказать, что действительно Софийская площадь постепенно заполняется гостями. В основном сюда сейчас пришли семьи с детками. Мы пообщались со многими украинцами. Они говорили, что вчера праздник отмечали дома, в теплом семейном кругу. А уже сегодня пришли сюда, на площадь, чтобы насладиться атмосферой уже все вместе, в таком многолюдном громком месте. Сегодня здесь также будет концерт, но основные гуляния запланированы на вечер. Пока же здесь, как я говорила, в основном семьи с детками. Вот что они рассказали нам, как встречают Новый год и как относятся к этому празднику. Дед Мороз приходит и дарит подарки детям. Исполняются мечты, ну и семейный праздник как бы больше. И это очень прикольно, мне нравится этот праздник. Поэтому решили выйти сегодня в город, посмотреть елку, потому что это семейный праздник. Когда будет такая еще раз возможность? Сейчас на площади работают аттракционы для деток, также разнообразные фудкорты и палатки с глинтвейным, любимым новогодним напитком. Еще здесь очень много фотозон, а также гуляют сказочные звери и даже Дед Мороз со Снегурочкой. Мы пообщались с ним и попросили поздравить украинцев. Вот что он пожелал нам на грядущий, вернее уже наступивший даже год. Поздравляю, желаю счастья, здоровья. Самое главное это. Ну, конечно, достигать цели. Обязательно идти к ней, не сдаваться и смотреть преградам в лицо. Уже сейчас готовятся к вечернему концерту. На сцене проходят последние подготовления. Он начнется где-то около 8 часов вечера, поэтому все желающие еще успеют прийти и послушать украинскую музыку. Напомню, что новогодних городков в столице несколько. Все они будут работать как минимум до середины января. Еще одна елочка расположилась на Подоле, на Контрактовой площади. Уже сейчас мы поедем туда и в ближайших выпусках расскажем вам, что происходит интересного на Подоле и как местные жители встречали Новый 2019. И на этом у нас все. Даша, тебе слово. Хорошо, ждем включения в следующих выпусках. Корреспондент ЮТВ Тамара Кононенко. Украинцы продолжают празднование на Софийской площади. Более 200 человек вышло 1 января на первый забег в Киевском Мариинском парке. В так называемом забеге с Оливье участвовали приверженцы здорового образа жизни. Те, кто пришел на мини-марафон с одноименным салатом, получили специальные призы от организаторов, оплаченные экстремальные развлечения. Например, прыжок с парашютом. Вот такой был подарок. Дистанция каждый год меняется. В этом году 2 километра 19 метров. Участники ставили себе цель, которую хотели бы достичь в новом году и писали ее на номере. Прекрасно то, что Новый год начинается со спорта. Мне это очень нравится. То спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. Бежалось неплохо. Даже хорошо можно сказать, что сделали хороший старт для 2019 года. Более 200 человек зарегистрировалось и собрались сегодня здесь, чтобы показать, что можно отмечать Новый год спортивно, позитивно, активно, показывая своим примером другим людям и призывая их присоединяться к нашему движению, к беговому движению, чтобы наша нация становилась здоровее. Продолжение следует... Присоединяйтесь к нашим страницам в соцсетях. Также заходите на сайт канала utv.ua. Там постоянное обновление новостей об Украине и происходящем вокруг. А следующий выпуск уже через 2 часа. Будьте с нами! Благодарю за от weres. Благодарю за от rendение. Благодарю за от crecение. Благодарю за отarolyn. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...